Так, девчонки, хочу вас познакомиться с Светланой, она спасла мои волосы, вот, и я хочу, чтобы она чуть-чуть рассказала о себе, я знаю, что она технолог, и очень выручает меня, когда я сбрасываю ей фотографии шампуня или бальзама, который хочу купить, она смотрит на состав и говорит, нет, этот нельзя, и объясняет почему, да, расскажи чуть-чуть о себе. Всем привет, меня зовут Света Хмельницкая, я независимый технолог, я не завишу ни от каких брендов, я не сотрудничаю ни с какими брендами, использую только рабочие препараты, то есть это может быть в одном бренде один, в другом бренде совершенно другой, именно поэтому это независимый технолог, у меня есть свои техники, которые помогают мне помогать людям спасать волосы или просто делать их лучше и здоровее. Девочки, был вопрос у многих с разобраться со структурой волос Доминики, что они пушистые и как привести их в порядок, Ники нравится эта пушистость, но не всем нравится, вот сейчас Света глянет на волосы Ники и скажет вообще, как за ними ухаживать, как, чем мыть и так далее. У нас кудрявая структура, за счет того, что расчесывала сухие волосы, за счет того, что мы расчесывали сухие волосы, получилось так, что мы разбили кудру и она у нас распалась и превратилась вот в такую волну. То есть, если мы правильно высушим и не будем расчесывать сухие волосы, то тогда у нас будет такая хорошая упругая кудря. По тому, как ухаживать за вьющимся волосом, мои рекомендации такие, что мы моем голову два раза, кожу головы, два раза именно кожу. Мы выдавливаем шампунь в ладошку, растираем и конкретно вот промываем кожу головы массажными движениями. Ногтиками мы не царапаем, чтобы не повредить кожу. Первый раз помыли-смыли, второй раз помыли-смыли. Далее мы берем маску. Для кудрявых волос я рекомендую использовать маски с меньшим количеством силиконов, чтобы они не утяжеляли волос. То есть, если ты хочешь кудрю, то тогда мы этого избегаем. Если тебе нравится вот так вот, а я знаю, что тебе так нравится, то тогда ты можешь, в принципе, использовать маску, чтобы она немножко тебя утяжеляла и как будто бы разглаживала волосы. Вот, в таком случае можно. Вот, далее мы, когда наносим маску, тоже мы ее берем в ладошки, растираем. Волосы у нас в этот момент влажные. И мы ее вот так вот наносим сначала на хвост. Так как у тебя структура кудрявая, моя рекомендация, что кудрявый волос нужно еще вот так вот жмякать. Вот, я тебе сейчас так вот покажу, чтобы появлялась вот эта упругость, да, и волосы собирались все-таки в волну, да, чтобы они у нас не были потом совсем пушистые. Вот, далее после этого мы смываем маску. Маску мы выдерживаем в среднем 10 минут. Если это был кондиционер, то кондиционер мы выдерживаем 3-5, но в зависимости от того, что у тебя стоит на полке ванной. После этого мы все смываем хорошо, до полностью, на 100%, и отзаматываем полотенечко на голову. После, мои рекомендации на счет полотенца. Для вьющихся волос классно использовать микрофибру, да, она не забирает лишнюю влагу. И классно использовать, ну, понятно, шелковое полотенце для вьющихся волос. Для ровных волос лучше использовать либо махровое полотенце, но не тереть его, либо же тоже можно использовать шелковое. В этом случае она будет забирать лишнюю влагу, и тогда волос будет более гладкий. Если микрофибра на ровные волосы, то сильно много будет влаги, очень долго будете сушить волосы. Это важно, чтобы быстрее сушить, использовать правильное полотенце. Далее, мы с тобой, когда уже сняли полотенечко, на кудрявые волосы, мы используем специальные средства для кудрявых волос. Мы дальше с тобой об этом поговорим, я расскажу, покажу, что надо. И мы наносим на влажные волосы тоже вот такими вот движениями. То есть волосы уже как бы не капают с них ничего, да. Но мы наносим вот средства для кудрявых волос для того, чтобы появилась вот эта упругость. То есть для волны даже тоже нужна вот эта упругость. И после этого мы начинаем сушить. Сушим мы с диффузором. Сушить обязательно? Обязательно. Волос не любит быть влажным. Чем дольше волос находится влажным, тем ему это травмоопаснее. То есть у нас в волосинке есть слой, он такой как губка. То есть когда он долго влажный, он набухает, и вот стеночки начинают как будто бы, ну, давить на стеночки. Постоянное такое давление, если мы постоянно не используем фен и не сушим волосы. Когда фен не пользуемся. Волосы становятся более травмированы. Еще вот момент насчет кудрявых волос. Хотела сказать, что от природы, от природы здоровый волос считается прямой. Почему так? Потому что он идет прямой, да, а кудрявый он идет с изгибом. И вот на каждом изгибе чешуйки, вот стеночки, они немножечко подраскрыты. То есть именно поэтому вьющиеся волосы, они более пористые и более склонны к сухости, чем прямые. Вот, поэтому, чтобы у тебя волос, да, там не стал ламкий, чтобы он у тебя, ну, красиво блестел, чтобы он был ухоженный, нужно сушить волосы. Только теплым феном. Горячим нельзя, горячим мы портим волосы. Холодным просто очень долго будем сушить. Поэтому моя рекомендация, фен иметь с тремя режимами и пользоваться теплым. В конце для ровных волос можно, ну, нужно продувать холодным воздухом. В твоем случае можно просто теплым, но задержать диффузор в последний, в последний момент, чтобы оно... Да, чтобы оно закрепилось, чтобы оно не растянулось в кудрях, да, то есть если мы кудрю делаем. По уходу термозащиту тоже можно использовать, но и моя рекомендация использовать термозащиту, чтобы она еще, помимо термозащитных функций, выполняла еще какие-то функции. Это даст тебе дополнительную защиту, то есть даже самая лучшая термозащита в мире, она не защищает на 100% волос, потому что мы ее попшикали или там нанесли, если она кремовая, на какой-то участок. То есть мы на все волосы, к сожалению, ее... Ну, надо помыть голову в этом, чтобы она сработала там на 100%. Поэтому если термозащита у нас выполняет еще какие-то дополнительные функции, там для гладкости, там для шелковых волос, для блеска, это будет классно, что это дополнительная пленка, а значит дополнительная защита. Я делала раньше буквально, вот у меня и средства купили для кудрявых волос, я его использовала, да. Единственное, что я когда в голову, я делаю и маску, и кондиционер использую. Но я могу сейчас показать, я пользовалась диффузором. И сейчас я хочу спросить по поводу ухода, то есть какими шампуньями, бальзамами, какими расческами лучше пользоваться? Так, шампунь мы подбираем исключительно по типу кожи головы. То есть если у нас жирный тип кожи головы, и нам нужно мыть голову каждый день, либо через день, то тогда мы используем шампуни, которые с сильной очисткой. Бессульфатные шампуни в таком случае нельзя использовать, потому что скорее всего они будут слабы, и это может, плохое очищение кожи головы может привести к появлению перхоти, либо сибариного дерматита, что по сути является одним и тем же. Просто перхоть это как начальная стадия, сибариный это уже постоянная проблема. Вот. Если у нас нормальный тип кожи, кожу головы, тогда мы можем себе позволить мыть там раз в 3-4 дня. В таком случае мы можем уже играться с бессульфатными, но обязательно они должны тоже иметь хорошую очистку. Потому что есть бессульфатные, которые вообще не пенятся, вот ими вообще пользоваться я не рекомендую. В основном они называются как-то там эко, это все плохо. Есть еще сухая кожа, когда моют раз в 5-6-7 дней, такое тоже бывает, это нормально, это значит у нас неактивные сальные железы, но все равно в этом случае я рекомендую мыть голову все равно раз в 2-3 дня. Почему? Потому что за эти дни, 2-3 дня, мы ходим по улице, мы ходим по дому, квартире, куча там пыли, руки мы не моем перед тем, как почесать голову. То есть мы грязными руками, да, там все время касаемся. Вот, и у нас накапливается определенный мусор, можно так сказать, плохие компоненты, какие-то микроорганизмы, и их нужно все равно смывать. То есть даже если сухая кожа, да, нужно мыть голову раз в 2-3 дня, потому что на третий день уже можно под сильным микроскопом увидеть определенную активность микроорганизмов. Это очень такое зрелище неприятное. Кому интересно, у кого крепкая нервная система, можете отзываться. Ну, ты посчитаешь, что надо быть головой раз в неделю? Я не считаю, просто мне так комфортно, я так всегда делаю. Есть такая категория людей, которые, ну, сухая кожа, да, или вот кудря. Есть у нас объемные волосы, очень часто тоже есть такое как заблуждение, что можно не мыть, потому что, ну, они же объемные, хорошо одежутся. Обладатели такой структуры, как у меня, как у Ани, они себе не могут позволить такой роскоши мыть раз в неделю, потому что мы будем просто, ну, вот такие вот зализаны и все. Вот. С чем это связано? Это связано с тем, что у нас объемом тоже закладывается, как бы, ну, с рождения, как расположено у луковицы. То есть, если она ровная или если она под изгибом? Если она под изгибом, волос вьется, может быть, объем, если она ровная, то волос ровно растет. Вот. И получается так, что на ровных волосах меньше объема и быстрее оно соприкасается с кожей. То есть, у нас выделяется вот это кожное сало, и оно быстрее просто попадает на кожу. Выход какой? Если очень жирная кожа головы и все время зализаны, просто делает себе объем. Сушить волосы так, чтобы появлялся объем. Либо использовать браш, либо какие-то средства для объема. Это поможет сохранить возможность мыть голову, там, раз в два, например, и не каждый день. Что вот у меня есть клиенты, которые должны мыть голову утром и вечером. Вот. Им вот такая рекомендация подходит создавать объем на голове, чтобы мыть хотя бы через день. Вот. У тебя, получается, за счет твоих кудри кожное сало, оно не попадает так быстро сюда. То есть, у тебя просто приподнято, и оно, ну, не доходит так быстро. Что происходит у нас? У нас каждый день происходят определенные процессы, да, в коже головы. Циркуляция клеток, то есть, они постоянно двигаются, 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 и они, за счет этого выделяется вот кожное сало. Это такая липидная прослойка считается. Она накапливается на коже головы, то есть, на каждый день туда поднимается, поднимается, поднимается. Вот на третий день, на четвертый, она уже превращается из такой жиденькой в более, в более такую твердую. И эта твердая, она блокирует выделение этих липидов дальше. Это плохо, потому что это может в итоге привести к тому, что будет как сальные пробки. То есть, это видно под трихоскопом. Это тоже может вызывать униспехать и сиборийный дерматит. То есть, очищать нам нужно кожу головы, чтобы липидная вот эта мантия, да, которая у нас появляется от кожного сала, чтобы она у нас покрывала и защищала тоже вот эту часть волос. То есть, вот зону корня у нас, оно в липидной мантии за счет кожного сала. То есть, кожное сало, оно спасает на самом деле и волосы, и защищает кожу. Вот, поэтому мыть раз в три дня я настоятельно прошу. Расчески я рекомендую использовать только с мягкими зубьями, которые не будут травмировать волос. Особенно, если это ровные волосы, да, на влажную расчесывать. Если это кустрявые волосы, их только на влажную расчесывать, мягкой расческой. Это может быть дженник или танглтизер. Это лучшие просто расчески, которые есть для мокрых волос. Деревянный, пластмассовый. И вот эти вот такие пластмассовые с такими кружочками на кончиках, они рвут волосы. Вот. И сухие волосы, если у вас кудрявые волосы, как у Ники, их нельзя расчесывать, потому что развивается кудрявая. То есть, только в том случае, если вы хотите иметь вот такую вот, как Ника говорит, кипиш, культурированную кудрю, то расчесывать на сухую нельзя. Что делать, если мы не моем каждый день голову, да? После сна бывает, что кудря немножечко помялась, да? Вот ее можно сделать рефреш. Взять водичкой и просто попшикать, и вот так вот пожмякать, чтобы вернулась структура волос. Вот. Это будет полезно. Либо же, если есть средства, которые для кудрявых волос, тоже можно им попшикать. Что-то было просто. Да. Тебе такое не нравится? Это как бы все вот по рекомендациям, которые, да, я делала? Ну, это твоя структура. А, может нет? Да. Ну, это прям шикарная структура, красивые локоны. Ну, это просто я делала вот все, как ты думаешь, что я писала? Я думаю, ей не нравится, потому что наверху прилизно, а ей нравится объем. Объем? Да. Мне так кажется, что вот этот кипиш ей и дает ощущение того, что... Ну... Объем, да? Да, верхушка. Это так? Не сказала. А что? Ну, расскажи. Не знаю, мне просто нравится, когда волосы прямые, но не прям, как у мамы прямые, да? Да, а лишь такая легкая волна, это, мне кажется, немного более эстетичным, чем куча. Да. Что это так, ну, массивно, очень. Ну, смотри, если разобраться, ты можешь делать вот так, высушивать, потом на сухую ты можешь аккуратно причесывать расческой, чтобы у тебя получался эффект вот накрученных волос. То есть у тебя вот сейчас, если посмотреть, по сути делают вот такую вот голливудскую волну, ну, специально уж. Просто из-за того, что у нас волосы в кипишах, оно не выглядит вот как будто бы это прическа, да? Чтобы у тебя был вот такой вот эффект, ты можешь его достигать дома, просто нужно будет немножечко подзаморочиться. Сделать вот так, а потом на сухую вот так вот прочесать и немножечко зафиксировать, чтобы оно не пушилось. Ну, в этот важный момент я единственное, что волосы не где-то насушила. Да. То есть это я купаю ночью, вечером попнула голову и легла спать. Я поняла. Это вообще очень травмоопасно для волос. На мокрые волосы ложишься спать. У тебя получается, что волос, помните, я говорил, что стеночки постоянно давление на них, и плюс ты лежишь и все время трешься в подушку. Вот. То есть это тоже, оно тебя травмирует, это механическое повреждение волос. Вот. После этого волосы становятся ламки, могут начать сечься. Нам же это не надо, нам надо роскошные волосы. Продолжение следует... Продолжение следует...